Новозеландский доллар пытался подрасти в понедельник, первый торговый день после парламентских выборов. Победу в голосовании одержала партия нынешнего премьер-министра Джона Кея. Стабильность и перспектива продолжения политического и экономического курса поддержали национальную валюту на рынке Форекс. Макроэкономический фонд тем временем оказался не столь благоприятным. Индекс экономической уверенности от Вестпак в третьем квартале упал до 116,7 пункта. Помимо доли неопределенности, накануне выборов на настроение новозеландских потребителей повлияли растущие процентные ставки и общее замедление темпов экономического роста. Резервный банк Новой Зеландии пообещал сделать перерыв в цикле ужесточения монетарной политики после повышения ставки до 3,5%. Однако перерыв не означает полную остановку, и уже в следующем году ставки могут снова вырасти. Для жителей это означает рост стоимости кредитов. На валютном рынке больше внимания сейчас уделяется ожиданиям повышения ставки американским Федрезервам. На фоне большого количества спекуляций на эту тему и сильного роста американской экономики, игра в керри трейд, ранее поддерживавшая новозеландский доллар, пока отошла на второй план. Киев все же попытался немного подрасти в понедельник, но аналитики не советуют спешить с покупками. На наш взгляд, если пара новозеландский доллар, американский доллар не удержится выше уровня 0.8080, ее ожидает снижение к уровню 0.7972, а затем уже к минимуму от 29 августа прошлого года 0.7715. Эксперты полагают, что ралли американского доллара только начинается, и в ближайшие месяцы он продолжит укрепляться в большинстве основных валютных пар. И все же рынок не застрахован от резких колебаний, и об этом нужно всегда помнить, оценивая риски при открытии сделки. Всего вам доброго и удачной торговли!